Всем привет! Сегодня у нас в гостях Серёга, или вы можете знать его никнеймом Эликс. Сегодня я буду задавать достаточно интересные вопросы, на которые мало кто будет знать ответы. Ну а мы начинаем. Так, первый вопрос. С чего ты начал свое развитие в Ютубе? С чем ты такого? Вот, вот. Потому что я кратился в профессиональном блоге. Да, можно еще раз вопрос? Первый вопрос. С чего ты начал свое развитие в Ютубе? Ммм, развитие Ютуба я начал еще вот три года назад. Начал три года назад. Захотелось просто снимать видеоролики какие-то. И придумал какую-то саду на себе Ютуб. Ты надеялся на какой-то успех? Я надеялся хоть на что сначала. Для меня успех был года три назад. Это просто место подписчиков. Да, это мы... Сколько тебе лет было, когда ты получил? Десять лет. А сейчас тебе? Пятнадцать. Пятнадцать. Второй вопрос. Почему ты выбрал именно Ютуб? Как таковых каких-то соцсетей, которые были на тот момент, это было таковых каких-то соцсетей на год 2019, не было. Был Инстаграм, был Ютуб. Ну, в Инстаграме у меня фото, я был немножко таким, не очень любитель Инстаграма, поэтому я выбрал Ютуб. Я Ютуб шортс на тот момент не был. Думаю, сижу в инвекции и создал Ютуб канал. Ну, думаю, нормально, но какой-то залил видео. У меня такой голос был еще, смешно помню. Залил я видео. Ну что, я же надеялся вам в обладу, сразу стану популярность в 2000 просмотрах на видео. Нет? 5 просмотров, и то я опять раз посмотрел. И все. Ну, давай, давай, я по сценарию, не просто. Так, чем ты увлекаешься в жизни, кроме Ютуба? Чем я увлекаюсь в жизни, кроме Ютуба? Я люблю есть кисло-сладки в соусе. Ну, чем я могу? Да, и такой интересный вопрос. Зимуясь я брейк-дансом, да. Занимаюсь, ну, сколько уже? На протяжении четырех лета, как раз Ютубами уже увлекаюсь около пяти лет, а брейк-данс начал с 2019 года также, и... Ну, увлекаюсь. Если что, это не реклама. Кому? Брейк-данцы. Нам не заплатили за нее, это не реклама. Мы вообще не заплатили. Нам не уплатят. Поехали, там еще. Сейчас, 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 не так говори. Вот, это как отзыв. И смотри. Что с моим бургером с нами? Делай маркетинг. Что с моим бургером? Не делай маркетинг. Нам не платят. Нам не платят, да. Я не Даша дочек. Сейчас, я укусок об этом. Короче, до свидания, мой сценарий. Нет, я и так без него умею, и все. Все. Солидно. Да. Я не ответил на вопрос по поводу того, чем я сейчас направлюсь. Я занимаюсь, так же, музыкой, ну, про музыку так всего. У меня есть один трек, и достаточно он мне понравился. То есть, я на то, чтобы его выложить на все площадки, которые у вас больше полгода, потому что мне было просто попросту лень. Ну, у меня просто балерей лежал полгода, пока я его не выложил 15 июля 2023 года. Я даже помню дату. Так, следующий вопрос. Как ты вношешься к хейту? Хейт? Вращаешь ли ты на хейтеров внимание, да? На хейтеров? Да нет. Типа, хейт, и меня по большей части называют русофобом. То есть, и так могу сказать, даже большая часть моих хейтеров, это не интертальцы, подымними русских, и они ж меня и хейтят. Потому что я аж в поддержку Украины какие-то видеоролики делаю. На видео отправлял деньги на ЗСУ. И также, ну, их это очень бесит. То есть, какой я правильно видать или плохой в их них глазах. По большей части у меня хейтеры только с этой стороны. Ну, и с нашей стороны тоже меня есть хейтеры. Это, ну, не такого большого количества людей, но все равно, ну, они есть. А так, я к ним отношусь достаточно, ну, халатно. Ну, типа, не будет мало людей, с которыми я знаю, но которыми я не знаком, но я их знаю. Ну, да, просто люди. Ну, это же, как вести, короче. Очень мало людей, которые имеют, не имеют хейтеров, то есть, они будут везде. То есть, каким-то был, не был бы опигеном. Хейт будет, триллер. Был, будет, есть, время будет. Поэтому относиться к нему надо попроще. Худо, например, когда мне начинать засирать комментарии, какой я тупый. Какой я подскапляю, может, сукок. Но мне, наоборот, что я отношусь. Они такие тупые и наглые смотрят, короче. И агрятся на мой видеоролик, насколько они глупы. Ну, короче, от хейта я отношусь достаточно адекватно. И мне плевать просто на тех хейтеров, которые мне что-то говорят. Поэтому, аж можно кока-колу обратить к нам по рекламе. Да. Итак, следующий вопрос. В чем ты развиваешь в этом данный момент? А где своя Диана? Нормально. Да, ага. Чем мне нравится в данный момент? В принципе. Интересный вопрос, который мог бы дать тебе интересный ответ. Я развиваюсь в одной из сферок. Можете подумать, что я блогер. Но нет. Также я делаю огромную рекламу для телеграм-домалов. Не только одного телеграм-канала, но делаю рекламу для многих телеграм-домалов. Также, возможно, я занимаюсь дизайном АВ, дизайном премью. Но это так не очень просто. Типа, пытаюсь как-то делать. Кто фанат моего ютуб-канала, да, именно шорцы, знает, что я когда-то пробовал делать анимации. Анимации по праву. Короче, игровые анимации. У меня, по-моему, это получалось. Но так себе я скажу. Ну, я считаю, что надо развиваться в секс-фере. Также я увлекаюсь больническим языком. Я изучаю его достаточно долго. Ну как, на мой возраст, на полжизни я его изучаю. Сколько лет шесть, я его изучаю, то достаточно никогда не смотрю в камеру, я смотрю в камеру. В общем, в этом, туда, камера вот, азинь, куда-то, куда-то. Поэтому, я считаю, я каждому советую развиваться в каких-то сферах, которые достаточно полезны для каждого. Сфера языков, физические какие-то активности, активности достаточно, так, на украинский. Там заниматься, там, в лицу вкусу выкачаешься, всякое такое. Главное, никогда не делать успешных выводов, как я. Сколько, в смысле? Сколько у меня был ютуб-канал? Ага. Сколько у меня было ютуб-каналов? Много. Пилот. Ну, и еще. Такой совет. Всем, ну, типа, кто хочет развиваться, надо всегда давать себе цель и идти к этой цели. Вот здесь у тебя цель, например, что-то, достичь чего-то. Вот ты хочешь, там, ютуб себе тысячу подписчиков, так иди к этой цели, например. В первую неделю вообще нет никаких условий. Ну, и два месяца. Кто сидит за моим ютуб-каналом и моим телеграм-каналом, ссылочка даже в описании, в том видео, и тот знает, что я в два месяца не была актива на ютуб-канале. Ну, совсем недавно, когда выложил то видео, то я набрала... 9 дней назад на меня, ну, выложил это видео, я думаю, ладно, выложу еще раз, ну, типа, нечего терять. Ну, надежды, ну, то, что выложил на видео, залетит. Ну, думаю, может получится. Что-то, то, что выйдет, не знаю. Ну, а продолжение этого видеоролика будет через неделю. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok